Слава Богу, братья и сестры, Бог дал нам сегодня такой радостный день, это действительно день сотворил Господь, и мы сегодня радуемся. Я думаю, мы также причастники, слава Богу, что Бог дал нам быть вместе с вами и вместе радоваться. И Слово Божие говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Написано, есть такой стих, с философеникицем, 5 глава, 16 стих, 16-17. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Действительно, радоваться нужно всегда, когда есть скорби, когда есть и в жизни встречаются и пути такие, которые по жизни, можно сказать, действительно мы ощущаем благословение Господне. Но есть в жизни и такое, что идут трудности, идут трудности, враг атакует и посылает свои стрелы, как мы слышали. Но Божие Слово говорит, радуйтесь. Почему радоваться? Потому что Господь с нами, Господь живой, Который призвал нас на служение, дал нам это повеление идти за Ним. И в римлянам, мне очень нравится этот стих, римлянам 8, 37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Все сие преодолеваем. Трудности, преграды, препятствия, все в жизни преодолеваем. И радуйтесь о том, что мы есть дети Божьи, что мы есть Церковь Господня, которая предназначена войти в город Небесный Иерусалим. Пусть Господь благословит нас. Еще оставлю 1 Коринфянам 16 глава 13-14 стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас добудет с любовью. Пусть вас Господь обильно благословит стоять в вере, держаться Господа, любить Господа, идти за Ним, так как Он определил вас на служение. Пусть Господь благословение сопутствует вам в вашей жизни. Аминь. Аминь.